Когда власть устраивает, ее можно и на второй срок переизбрать. Здравствуйте, вы смотрите программу в городе. С вами Марьяна Мирная. В гостях у меня сегодня Владимир Гальченко, заслуженный артист России и переизбранный председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей. Здрасте. Здрасте. Марьяна, интересно сказала, во-первых, не второй срок, уже третий. Третий уже срок. Уже третий. А потом, ну, как-то председателю Союза театральных деятелей слово власть не очень уместно, потому что мы никакая не власть. Я, как говорю нашим членам Союза театральных деятелей, я ваш папа, потому что вы так захотели. Да, это, скорее всего, папа, это человек, который заботится о театральной ситуации губернии, как она происходит. Где-то возникают какие-то проблемы, где-то, наоборот, надо поддержать молодое дарование или какой-то вновь открывшийся театр. Поэтому, скорее всего, папа, я думаю. Вот смотрите, мы с коллегами вашими, ну, и моими, наверное, тоже в какой-то степени с артистами разговаривали. Вот в этот выборный день разговаривали о том, что их волнует, что их беспокоит. Вот, наверное, три момента как-то так получилось, что они произносили по большей части. Первое, это правильно вы сказали, то, что касается молодых артистов, да, их вовлечения и какой-то... Потому что в театре очень важна преемственность поколения. Это, я не знаю, я думаю, что это не одна, как говорят, отрасль, да. Слово отрасль очень казенная, но к театру она тоже может относиться. У отрасли это какое-то объединение по профессии, да. И Союз театральных деятелей тоже объединение по профессии. Нам это очень важно, чтобы более старшие постоянно общались с младшими, и чтобы вот эта преемственность поколения выстраивалась в одну историю, где можно сохранить традиции того или другого театра, потому что без традиций мы можем начинать каждый раз с самого начала, а этого бы не хотелось. Вот вы когда отчет свой произносили, вы сказали о том, что, ну, не так много, как хотелось бы молодежи посещать какие-то вечера памяти артистов, ушедших. Да, это проблема? Ну, это не проблема, это просто я заострил внимание руководителей наших театров, что на это надо обратить внимание, потому что мы вечера памяти наших очень хороших артистов, режиссеров периодически устраиваем не только к дате того или другого артиста-режиссера, а просто захотелось вспомнить хорошего человека. И маловато мы видим молодых артистов из этого же театра, где работал, артист в зрительном зале. Я все на все заострил внимание руководителей наших театров, что, наверное, это очень важно. Ну, это, наверное, старшее поколение каким-то образом должно их подвигать, молодежь, да, и к тому, что давайте вместе, может быть, сходим. Ну, это, конечно, должны делать старшие. Вот как раз когда старшие и молодые поколения находятся, как говорится, в цепке, а работа у нас коллективная, театр искусства коллективная. Может быть, поэтому мы единственное творческое объединение, которое не делилось, не четвертовалось, да, не троилось, как есть союзы, которых три стало вдруг из одного. Вот почему мы целостные? Потому что театр искусства коллективная, мы друг без друга не можем. Вот это понимание, что друг без друга мы не можем, я никто без моего партнера. По-моему, вот это самое важное, что должен помнить человек, работающий в театре, и когда вспоминают какого-то хорошего артиста, который работал здесь же, сидел в твоей же гримёрке, выходил на твою же сцену. Это очень важно узнать о нём что-то. Хорошо. Второй момент, о котором тоже ребята говорили, это как раз-таки старшее поколение, ветераны сцены, которым, конечно же, нужна поддержка, нужно внимание, да, и нужно их каким-то образом, то есть они уже не выходят на сцену так часто, но их подтягивать надо. Вообще театр – это очень нежная история. Мы все очень нежные. Ранимые. Да, да. Мы все хотим, чтобы нас любили, мы все хотим, чтобы нам уделяли внимание. Это касается не только старших. Вот. Но старшие особенно, потому что эти наши старшие товарищи, они положили большую часть своей жизни на то, что мы называем театральным пространством, театральным фоном, да. Почему Самара считается театральным городом? Это же сделали они. Наша задача – это только поддержать вот этот статус театрального города страны, да. Конечно, ветеранам уделяется большое внимание, потому что наш союз изначально был создан царем-батюшкой, мы же еще вон, откуда берем свое летое числение, как общество воспомоществования русским артистам. Слово какое хорошее – воспомоществование. Да. Воспомоществование русским артистам. Замечательное слово. И эта функция в союзе, теперь мы называем союз театральных деятелей, просто название сменили, суть осталась. Естественно, считается очень важным. А изменилось то, что помимо воспомоществования у нас появилось очень много задач и по пропаганде театрального искусства, и именно от того, что произрастают новые поколения, которые, как говорят, надо оцерквлять, то есть оттеатраливать, да, приводить в то место, которое называется театром, и сказать, что такое место есть, посмотри, как с нами интересно. Вот. Поэтому у нас очень много программ и студенческих, и детских программ. Мы большое внимание уделяем именно, как мы называем, сложным детям, то есть из детских домов нашей Самарской области они приезжают к нам на нашу детскую программу. Студенческая программа, потому что непубличных профессий уже нет. Надо уметь отстоять свой проект, если ты инженер там или кто-то еще. Не волноваться, уметь владеть своим голосом, своим телом. Этим мы занимаемся со студентами. Ну и вот наши ветераны, вообще ветераны города, очень любят ходить в наш ретро-клуб, как мы называем, где звучат старые песни, и не только старые песни, звучит хорошая поэзия. Кстати, это наша программа из всех, вот программ детская, студенческая и ретро, которая, пожалуй, самой востребованной оказалась, потому что очень часто желающие наши старшие жители города Самара не могут попасть в наш зал большой. Открываем двери, они из фойе слушают музыку. То есть востребовано. Вот. И, наверное, почему Союз так интересно и долго работает, и перспектива еще очень большая у нас, потому что мы востребованы. Мы востребованы внутри Союза, мы востребованы друг перед другом, мы хотим общаться, мы хотим работать вместе, артисты разных театров, и востребованы нашим зрителям. Вот еще хотелось бы третий момент обсудить, да, Кольш, вот я сказала о том, что три вот момента волнуют вот сейчас в сообщество актерское. Всякие разные слухи ходят. Из года в год какие-то там есть вещи, говорят, что театр умирает, театр умрет, театр не выживет и так далее. Ой, господи, смешно, Марьян, смешно. Театр умирает, как родился. Вот в 90-е годы сложные, да, были времена. И вот сейчас очень многие в связи вот с экономической ситуацией, да, с какими-то проблемами вот вокруг, говорят о том, что вот тяжело сейчас, очень тяжело и театрам, и артистам, и вообще всему вот этому процессу требуется сейчас вот, ну вот дуть на него, пылинки сдувать и не дать, чтобы кто-то наложил какие-то вот лапы или руки, и не дать разрушить. Вот о чем люди говорят. Вы знаете, я, можно сказать, давно живу уже, да. Я не помню времени, когда мы деньги гребли лопатой, и когда бюджет не был дефицит. Ну, я такого просто не помню. Поэтому пугаться чего-либо, что происходит сегодня, я думаю, не стоит. Вот, мы как-то умеем выживать в любых ситуациях. Мы великая страна, давайте не забывать об этом. Вот, и слух о нашей смерти сильно преувеличен. Равно как слух о смерти театра тоже сильно преувеличен. По слухам он умирает, как родился с Древней Грецией. Когда возник кинематограф, говорили, ну все, театру конец. Нет, просто родился еще один вид искусства. Когда появилось телевидение, говорили и кинематографу, и театру конец. Ничего подобного. Это другой вид искусства появился. Единственное, что нас волнует, союз театральных деятелей, мы постоянно с властью любого уровня об этом говорим, сохранить наше ноу-хау российское. Что это за ноу-хау? Это репертуарный театр. Русский репертуарный. Русский репертуарный театр. Вот что надо сохранить. Не театр вообще. Театр, он никуда не денется. Именно русский репертуарный театр. Потому что это наша изюминка. Что такое репертуарный театр? Может быть, кто-то не понимает, о чем я сейчас говорю. Просто во всем мире театр одного спектакля существует. Есть исключение комедии «Францессо», он репертуарный театр. Там «Глобус» репертуарный театр в Англии. А в основном театр одного спектакля. Вот бродвейская модель. То есть ставится спектакль, и он играется, сколько он играется. Потом распускают эту историю и набирают артистов, режиссеров на новый проект. А репертуарный театр дает возможность расти. Вот о преемственности поколения. О какой преемственности поколения можно говорить в театре антрепризного свойства, или в театре одного спектакля. У нас русский театр заквашен как театр-дом, как театр-семья. Мы молодыми приходим. Мы взрослеем друг с другом вместе. Мы стареем с друг с другом вместе. Мы обогащаемся опытом, взаимным опытом. Это то, что делает российский театр мировым брендом. Не надо об этом забывать. Потому что единственная театральная школа во всем мире, наша, Станиславского, весь мир по ней учится. В нашей стране не так-то много брендов. Театр один из них, поэтому вот это бы сохранить. В Самаре хорошо, что есть все-таки в Самарской области театры. Их немало, пусть немного, но немало. А это мой больной мозоль. Я постоянно нашим дорогим коллегам от власти говорю, что маловато у нас театров. Тем не менее, все они приехали на день выборов, так скажем. Есть у нас небольшой фрагмент видео с этого знаменательного дня. Давайте посмотрим и продолжим обсуждение. Большинством голосов делегаты от областных театров переизбрали Владимира Гальченко на пост председателя СТД. Альтернативы ему не было для Гальченко. Это будет уже вторая пятилетка, в течение которой ему предстоит продолжать им же начатые проекты и решать актуальные задачи. Театральное искусство существует так давно, и какие сложные моменты бы ни были, в войну в блокадном Ленинграде работали театры. Я думаю, что сейчас возвращение в Россию понимания, что культура – это безопасность нашей нации. Я думаю, театр выживет, потому что в сложные времена театр всегда был союзником наших россиян. За прошедшую пятилетку союзом театральных деятелей создано множество культурных проектов. Среди них и фестиваль «Волготеатральный», и театр «Актерский дом» и премия «Браво». Делегаты от театров уверены, главное в это непростое время быть единым целым и спасти искусство от разрухи. И, конечно, важно, кто будет возглавлять это спасительное движение. Это союз, это святое. И я думаю, что это одна из задач – это удержать, сплотить и помочь, поскольку просто удержать, чтобы это было, чтобы это существовало. Этого мало. Надо это развивать и надо помогать артистам. Не забывает союз и о ветеранах сцены. Пожилым актерам оказывается помощь. Почти 3 миллиона рублей было адресно направлено нуждающимся работникам культуры. Председатель и члены правления обещали продолжать творческие и социальные проекты, а также разработать новые формы поддержки театров и актеров губернии. Ну вот смотрите, Всероссийское театральное общество, союз театральных деятелей. Вот для нашего региона что это такое все-таки? И что такое СТД для вас не как для его председателя, а как для тоже артиста? Потому что все говорят о том, что вспоминают свои истории из молодости. Так вот что они вспоминают, Марьяна, они вспоминают, когда они приехали, вот как я, не будучи самарцем коренным, да, приехали в этот город впервые. Где я познакомился с моими такими же молодыми коллегами из других театров? Только в Доме актера. Где меня боящегося всего в чужом городе одинокого мальчишку сделали своим, дали мне ощутить то, что я свой? Где? Только в Доме актера. Меня тут же стали втаскивать в какие-то вечера, я что же, чего-то там делал, чего-то, как правило, ночами, потому что когда мы свободны? Ну да. Только ночью. Вот. И Дом актера, союз театральных деятелей, это какой-то непрекращающийся процесс. Он не прекращается ни днем, ни ночью, ни ранним утром, постоянно что-то происходит. И наши жители, когда проезжая или проходя мимо в позднее время, видят, что Дом актера горит, это значит, скоро будет новая премьера, да, потому что репетируем мы ночами. Это вот отдельный мир, отдельный мир, где мы домом называем не только театр, где мы служим, а есть у нас еще общий дом для всех, где хозяева мы. Что на Доме написано? Дом актера, то есть мой дом. Вот так считают все. Это же паутина, по сути, да? Вот тоже, опять же, не примену вспомнить, как ребята рассказывали, что в другом городе оказались... Паутина, мы назовем другом, мы спрут. Спрут, да, что оказались в другом городе. Не осталось что-то, все деньги кончились, что-то там, какая-то беда произошла. Иди. И они пошли в театральный... Иди в Дом актера любого города, если нет Дом актера, есть отделение союза театральных деятелей, иди туда, там тебя и напоят, и накормят, и спать положат, и денег дадут, что ты добрался до дома. Это действительно так. Это волшебная корочка, да, члены СТД? Это братство. А волшебная корочка – это пропуск в любой театр любого города. Это, конечно, это непростая работа. Может так сложиться, что вот Гальченко там третью пятилетку сидит, в носу ковыряет и как сыр в масле. Нет, это непростая работа. Да вообще, может, любая работа непростая, если ее делать. Проектов много. Много, много в очереди. Несколько слов, да. Но это работа интересная, вот что я хочу сказать. Если ей заниматься, она приносит удовольствие, потому что интересно. Потому что интересно изобретать что-то новое. Вот мы изобрели два фестиваля. Фестиваль муниципальных театров Плеволска федерального округа. Волготеатральная. Два раза с успехом прошел в Самаре. Это единственный театральный форум целого Плеволска федерального округа. Единственный. Мы первые. Мы вообще любим быть первыми. Мы не очень скромные в этом плане. Да, и не надо быть скромным в этом плане, чтобы быть первым. И вот сейчас буквально через некоторое время, это с 24 по 30 апреля, стартует наш другой фестиваль. Уже всероссийский и многожанровый, посвященный классике, вловские театральные сезоны, где приедут балеты, оперы, все жанры театрального искусства. Балеты, оперы, кукольное искусство, драматическое. Афиша уже сверстана. География от Новосибирска до Санкт-Петербурга. То есть, и мы как принимающая сторона. Мы принимающая сторона. Уже в третий раз этот фестиваль пройдет. Фестиваль конкурсный. Работает московско-питерское жюри из ведущей критиков страны. И что мне нравится и по поводу одного и другого фестиваля. Вот в сентябре прошлого года во второй раз прошла Волготеатральный фестиваль Приволжско-федерального округа. И не успел он пройти, как появляются заявки уже на сентябрь 2017 года на этот фестиваль. Не успели мы сейчас третий фестиваль всероссийский, многожанровый. Он только возьмет старт с 24 по 30 апреля. Как уже не успевшие, опоздавшие говорят, а можно ли вот на следующий. Это говорит об авторитете. Это говорит об авторитете того и другого форума в теоральном пространстве страны. А авторитет делается совместно. Нашего желания недостаточно для такого форума. Конечно, нужна помощь власти. И нельзя не сказать о том, что у нас очень хорошие отношения и с муниципальной властью города Самара, города Сызрани, города Тольятти, и с правительством Самарской области. Это не потому, что их надо похвалить. Потому что это действительно сотрудничество. И с каждым годом я могу констатировать прогресс. В чем? Все больше и больше нас начинают слышать. Не слушать, а слышать. Слышали-то всегда. Слышать начинают все больше и больше. И мы начинаем все больше и больше работать именно в сотрудничестве. Вот поэтому выходят и такие большие, серьезные на всю страну проекты, говорящие о Самаре как о культурном центре страны. Как вы думаете, может ли наступить такой момент, когда вы скажете, вот все, теперь проектов достаточно? Нет. Такого момента не наступит. Или я должен уйти, освободить это место кому-то другому. Потому что союз театральных деятелей – это неугомонная история. Она не может закончиться, она не может остановиться. Меняется время. Сменилась в свое время вообще страна одна на другую. Рухнула империя, появилось что-то другое. Что делать никто не знал. Потом нашли, что делать, появилась Россия. И каждый день у нас так быстро сейчас меняются события. Они не успевают произойти, как тут же становятся истории. И надо реагировать на это все. Причем быстро и моментально. Завтра уже будет поздно. Поэтому пока мы не стоим на месте, мы живем. Как умудряетесь совмещать такую большую нагрузку в Доме актеров, в Союзе? Потому что сейчас перед программой шутили, что везде всем нужен. И без вас ничего в городе в принципе не происходит. Есть такое данное непринятое. Это хорошо, Марьяна. Самое, самое большее, чего я боюсь, если вообще боюсь. Меня очень сложно чем-то напугать. Мне кажется, в моей жизни уже было все. И удивить очень сложно, хотя удивляюсь иногда. Иногда все-таки чему-то удивляюсь. Вот. Больше всего, чего я боюсь, что мой телефон замолчит. Что я стану никому не нужен. Вот этого я боюсь. А пока я не успеваю снимать трубки, я счастлив. Но это совмещается, да, с профессией актерской? А это не разные профессии. Из театра же вы не ушли. Никуда не ушел, потому что я возглавляю Союз театральных. Куда же я уйду-то? Как это все происходит? Вот вам звонят, говорят, в совещание. Говорят, не могу, у меня репетиция. Да, не могу, у меня репетиция. Есть что-то, что важнее? Или как тут понять, что важнее, куда можно отпроситься, а куда нельзя, если все в одно время? Есть моменты, когда я вынужден извиняться, что, извините, я не могу прийти, потому что сейчас приоритетно, у меня репетиция, потому что на выпуске спектакль или что другое. Или коллегам в драматическом театре, я говорю, дорогие, сегодня меня надо отпустить. Я важен сегодня там. И все идут навстречу, никаких проблем. Какие вот в ближайшее время, может быть, планируются премьеры в театре «Актерский дом», потому что он тоже никогда не спит, я знаю. Нет, никогда не спит. И что-то там постоянно делать. Театр «Актерский дом» – это тоже наш ребенок, который вот в ноябре этого года отметит свое десятилетие. Десять лет. Да. Это театр антрепризного свойства. Вот театр, который именно чисто союзный. Для чего союз нужен? Это творческая организация. Помочь своей пастве, как мы говорим, самовыявиться. Да? И исполнить свою мечту, исполнить свое желание сыграть ту или другую роль, поставить тот или другой спектакль, если ты режиссер. Вот. Поэтому чисто союзный театр, и он антрепризного свойства. Я смеюсь и говорю, у нас самая большая труппа в мире. Да. Да. Потому что у нас трупов все 13 театров Самарской области бери-ка ухожь. И артистам интереснее работать друг с другом, потому что где встретишься на одной площадке с артистом другого театра, кроме как у себя дома, в доме актера, в театре актерский дом. Вот. А последний пример вот только что произошел. Один раз мы успели сыграть. Это Лермонтов, княжна Мэри, одна из глав героев нашего времени. Мне кажется, это событие, потому что тоже мы с удивлением обнаружили. Непонятно почему. Никто не может ответить на этот вопрос. Но Лермонтова в театрах Самарской области не было. Никогда. Никогда не ставили. Непонятно почему. Ну да, у него есть одна пьеса «Маскарад». Мол, артиста не нашли на Арбенина. Неправда. Звездный. Звездная труппа была в то время драматического театра. Там, выбирайся. Да. Ну вот как-то не сложилось. Бывает такое. И мы первые. Мы поставили Лермонтова в театре актерский дом, княжна Мэри. Буквально полторы минутки у нас до конца остается. Что вот хочется сказать еще как бы. Вот чем привлекать будем в этом году? Это год кино у нас еще, да? Да, да. В этом году это тоже. Кино это тоже про нас, потому что это больше кинорежиссерское, операторское искусство. Мы как фотографированием занимаемся. С 35-го дубля, как я говорю, у тебя и слон сыграет. Вот. Ну, без нас тоже кино не обходится, поэтому тоже немножко к нам относятся. Ну, что пожелать? Очень хорошо, что был год культуры, сейчас... Была литература еще и год кино. Знаете, для чего эти года нужны? Для того, чтобы, наверное, привлечь внимание к тому или к другому. Просто обратите внимание, у нас мировая литература. Обратите внимание на театр. Это мировой бренд, не забудьте, пожалуйста. Ну, наверное, вот это. Я бы хотел, чтобы наши зрители почаще обращали внимание на то, чем мы в нашей стране, в России, можем, имеем право и должны гордиться. Я вам желаю удачи. И чтобы третья пятилетка, как выяснилось, прошла тоже удачно, чтобы появились и новые проекты, чтобы поддерживались старые, которые и самарцы, и гости нашей губернии успели полюбить. Так что удачи, спасибо огромное. Спасибо. Что пришли, я со зрителями прощаюсь. До следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова